Всем привет! Меня зовут Даша. Я сказала, что это офлайн-карты для путешественников. И сегодня я вам расскажу о том, как мы сделали поддержку общественного транспорта в частности метро нашим приложением. К этой теме мы первый раз подошли где-то год назад на Лидном флакатоне и решили сделать наш первый прототип схемы метро. Для этого буквально за пару дней собрали тестовый набор данных для Москвы и решили просто нарисовать их на карте, соединив вот таким образом прямыми линиями просто все остановки, показать уже имеющиеся значки по высшим уровням, и вот получился наш первый прототип, который в принципе уже давал представление, как это метро выглядит, где что находится и в общем вполне себе. Остановки мы соединили, как я сказала, просто прямыми линиями, а переходы между станциями, где они есть, показали тоже прямыми и мастерными линиями. В принципе, понятно, что происходит, но немножко неаккарадно. Вообще, этот прототип дал нам большую почву для разбора и анализа. А можно его переключить, пожалуйста? Значит, не работает кликер. Ребят. Вот, кажется, заработал. Все нормально? Да. Кажется. Тоже будет работать? Не разумеется. Нету. Не работает. Да, и кроме того, я забыла сказать, что на этом первом прототипе мы реализовали также и первый роутинг по общественному транспорту. Вот у нас так выглядела дорога на карте метро. По сути, нам для этого понадобилось только подсветить те дуги, которые вот вошли в эту дорогу, и переходы тоже так же мы подсветили, и в общем получилось все понятно и наглядно. Простите. Простите. Сейчас. Я могу говорить, когда следующий слайд. А мне ресивер положите, чтобы я не был. Да, и значит, вот мы решили посмотреть, что можно улучшить на этой схеме. Ну, вот в первую очередь захотелось как-то навести порядок вот с этими переходными станциями, и, как сказать, чтобы покрасивее линии пересекались, попонятнее. И вот стали как бы продумывать, с чего начать, продумывать формат данного, какой мы хотим заложить в наши карты, потому что нужно было учесть и то, что мы хотим рисовать дорогу по карте метро, то есть недели до маршрута. Но и всю схему целиком тоже хотели показывать, поэтому нужно было заранее все учесть, предусмотреть. И мы решили, что вот эти переходы, которые показывают соединение между остановками, ну, вот всю эту группу остановок, которые соединены переходами, объединяем в один пересадочный узел. И этот пересадочный узел будем располагать в геометрическом усредненном центре, и тогда вот все линии, они как бы сместятся к этому усредненному узлу. И тут нужно заметить, что если каким образом мы объединим наши остановки, то вот в случае, как показано на правой картинке, у нас может получиться ситуация, когда две разные, по сути, логические дуги, которые соединяют разные остановки, они будут представляться на карте всего одной визуальной линии. Вторая задача, которую мы хотели решить, это сделать нашу карту более кругленькой, слаженной. И для этого мы для каждой линии, которая соединяет две остановки, сгенерировали сплайм, как малорона. Этот алгоритм позволяет нам по двум точкам начала и конца отрезка и двум направляющим точкам сделать вот именно такое скругление. Эти направляющие точки как бы показывают, откуда этот отрезок как бы начинается и куда он будет продолжаться, именно то, что нужно для нашей схемы. И получается, что если рассмотреть участок схемы, то направляющую точку мы возьмем по тому вектору, который является усредненным положением других выходящих из этой вершины дугов. Ну, то есть, вот там, так, простите. Моя минутка. Ага, забрите, что? Почему? Так, почему два? Ну, этот не W, второй, на всякий случай, потому что это не работает. Но этот тоже, к сожалению, не в мире. Вот. Это теперь за работу. Окей. Что это? Да, вот на этой картинке, собственно, показано, что для синего отрезка направляющий вектор показан синим пунктиром, для зеленого – зеленым. И этот направляющий вектор, он является действительно средним положением между двумя выходящими дугами. И эти две задачи по объединению узлов в один пересадочный узел, объединению остановок и по сглаживанию линий, у нас делают специальный скрипт по преподготовке данных. И на выходе для Москвы, например, вот этот скрипт дает такой результат – скрипт Москвы со слаженными линиями, с объединенными остановками. Вот, в принципе, уже выглядит более симпатично, но еще много есть, чем поработать. Также нужно для красивой картинки, чтобы на выходе ее получить, привести все множество цветов разных линий и метро, потому что в мире их очень много и цветов очень большого количества. Чтобы на карте это все смотрелось в одном стиле, мы приводим все эти цвета в наши единые подобранные палитры. И, соответственно, этот скрипт, он тоже как будто выбирает для заданного цвета линии наиболее близкие по цвету цвета из палитры. И на основе всей этой подготовки данных нашего формата мы смогли выпустить в первую очередь роутинг по общественному транспорту. Так вот он выглядит очень красиво. Здесь мы, получается, подсвечиваем именно те визуальные дуги, которые приходятся на логические дуги в графе вот этом построенном. И пересадки показываем такими цветными маркерами двухсветными. Это, получается, в принципе, все наглядно и понятно. И вот такое отображение маркеров на схеме метро, оно не обязывает нас показывать, сколько именно линий входит в этот пересадочный узел, каких они там цветов. То есть нас интересуют только две линии, их два цвета, и поэтому получается все это сделать аккуратно и наглядно, в отличие от схемы. И вот на этом слайде интересный случай показан. Я не знаю, сейчас до сих пор есть так или нет, но раньше по линии Филевской было ограничено движение от центра, получается, и между Кутузовской и Гратионовской проезжали без остановки Филин. Поэтому вот мы здесь показали, что сначала нужно доехать до Гратионовской, а потом в обратную сторону доехать до Филин. И поскольку у нас вот эти дуги, они как бы разные логические, то мы так смогли на маршруте показать, и, в принципе, выглядит хорошо и понятно. Но вот если бы это была схема метро, это получается, что выглядит странно, потому что, по сути, рейс одни и те же, по которым поедет поезд, но дуги разные. И на схеме это будет некрасиво. Поэтому для подготовки уже к схеме нам пришлось решить задачу фильтрации вот таких вот лишних спальнов с точки зрения схем лишних и сделать такую более чистую картинку. Для этого мы использовали простое правило, что если это относится именно к спальнам, которые являются частями одного маршрута. Потому что, например, Филиновская линия, у нее есть как минимум два направления, в ту и в обратную сторону бывает еще больше направлений, когда поезд едет в депо. И некоторые направления бывают с разным количеством остановок. И вот если вот в рамках этого одного маршрута среди всех направлений находится маршрут более длинный от одного остановка до другой, значит, мы короткий маршрут откидываем. И вот такие вот ложные дуги получается таким образом отбросить. И вот еще один пример, где мы почистили вот такие ложные дуги. Хорошо, с этой задачей мы справились. Остается вопрос, вот как в случае на картинке слева, когда у нас две станции по краям отрезка склеились в один пересадочный узел, получилось, что как бы два разных цвета интерных маршрутных линий попали на одну визуальную линию. Как показать, что там на самом деле этих линий две, а не одна. Для этого мы размножили вот эти сплайны, которые представляют каждую отдельную линию, и параллельным смещением от оси раздвинули их, и получилась вот такая вот как бы параллельная нарезка. И в принципе это уже понятно, что вот тут три линии, там две, там одна. И теперь нам нужно как-то разукрасить эти сплайны размноженные, назначить у них конкретные маршруты. Вот в первом случае слева мы, допустим, самый такой простой эффективный способ стали обходить каждый в отдельности отрезок между двумя остановками, и в заданном порядке каком-то сортированном этих цветов назначать, что сначала зеленый, потом синий, потом красный, потом желтый, фиолетовый. Но поскольку у нас вот эти все отдельные отрезки, отдельные соединения остановок, они не имеют никакого там четкого начала и конца, то есть их можно как с одной стороны в другую, так и с другой, нет четкого порядка. Получается, что при таком подходе в целом на картинке получается, что линии маршрутов, они между собой пересекаются, перепутаны, смешаны. На этой картинке это еще не так редко, но если там на большую карте, то это совсем такая путеница-путеница. И нужно как-то более грамотно упорядочить сплайны, назначать им маршруты. Для этого мы по-другому немножко стали назначать эти цвета, не обходить по каждому и по каждой дуге, а по маршруту целиком. И, например, сначала мы назначили зеленый маршрут. Начинаем заполнять вот эти наши дуги от краев к центру, то есть самый свободный крайний сплайн мы его занимаем. Поэтому сначала вот мы положили зеленый маршрут, потом, например, красный, потом синий по краю пошел, потом желтый, он уже будет как-бы за красным, следующий по краю, и потом фиолетовый. И таким образом получается, что на всей карте у нас этот порядок линий не смешивается между собой. И относительное положение, если вы же как-бы красное справа от синего, то так она и будет в системе находиться. Да, и здесь вот я еще замечу, что, в принципе, уже картинка понятная, но остался такой дефект виден, что вот сочинение вот этих разных сегментов с разным количеством линий будет неаккуратно и надо как-то его благородить. И для этой цели мы решили сделать красивые такие маркеры, вытянутые маркеры остановок, и уже эти маркеры, чтобы они закрывали все эти несовершенства. Маркеры мы рисуем таким образом, что если из остановки выходит несколько разных дуг, то мы рисуем этот маркер препинципулярно той дуге, у которой самое большое число параллельных линий, самая толстая дуга. И таким образом получается, что этот маркер скрывает все эти несовершенства. Если линий очень много, мы его делаем немного шире, чтобы он визуально выглядел органично, пропорционально. И вот я привела всякие разные примеры, и везде, в принципе, более-менее удовлетворяет нормальный результат. Еще одна задача, которую нужно было продумать, это как выводить на схеме названия станций, потому что их очень много. Во-первых, в случае с каким-нибудь европейским городом, типа Меньхина, остановок в пересадочный узел входит очень много, и все не имеют одинаковое название. Поэтому, если мы выводим все остановки, это просто будет список одинаковых наименований. Поэтому мы просто выводим только уникальные остановки. Вот на Киевской китайской городе это видно. Во-вторых, мы считаем, сколько строчек занимает вся надпись, и именно построчно пытаемся сбалансировать слева-справа от маркера, чтобы тоже как-то было пропорционально. Если не помещается все с правой стороны, то начинаем там уже перекидывать и как-то поровну делить. Вот тоже пример, как это все выглядит. Что еще касается названий станции, то тут еще тоже важно учесть, в каком приоритете их выводить, потому что тоже их очень много, и если все их вывести одновременно, получается каша из названий. Поэтому одно из правил у нас такое, что на самом верхнем обзорном зуме, там, где очень схематично все видно, мы выводим только конечные названия станции, потому что, ну, и на схеме метро, и вообще вот навигация метро обычно устроена таким образом, что там пишут в эту сторону то этой конечной, в ту сторону то той конечной, и вот так вот быстро можно сориентироваться, по какую сторону тебе нужно солиться на платформе. Ну и вообще, в принципе, там районы города тоже ассоциироваться с конечными станциями. Дальше, если мы немножко призумимся, у нас уже начинают показываться пересадочные узлы, то есть, да, там, станции с линией на линию, где можно пересесть. И вот на примере Брюсселя мы еще также вводим приоритет станции в зависимости от того, сколько линий через нее проходит. То есть самые жирные станции, через которые прям центральные, через которые много всего проезжают, у них тоже там повышенный приоритет, и они расталкивают там менее крупные. Ну и, в принципе, так тоже получается более наглядно, и для жизни уютно с таким порядком. Ну и просто я приведу еще примеры разных схем для того, чтобы посмотреть, в каких воротах, как это выглядит. Вот, например, Минск маленький. Там вот видно как раз, что на обзорном зоне удобно показано по краям название станций, и вот пересадочные центры, и сразу, в принципе, можно сориентироваться. Это Питер у нас. Стена, Спаская, Садовая. Самая такая крупная станция тоже выяснила там остальные. Вот так выглядит у нас Осло, например. Очень жирные такие центральные станции, и, в принципе, видно тоже, какие линии сразу через них проходят. Это Лондон. Это Уншингтон. Это Мюншингтон. И тут такие самые длинные маркеры остановок у нас получились. Конечно, так уже перебор, но что поделать, если столько дней. Это Амстердам у нас в ночном стиле. И Мадрид. У меня там все. Может быть, какие-то вопросы. Да, слушаю. Микрофон. Что с рассветом не слышно? У меня второй вопрос. А почему приняли решение нигде не использовать линии из УСМ? Ведь вполне можно вытащить линии метро хотя бы для части станции OpenStreetMem, обработать их соответствующим образом и загрузить. Да, мы думали об этом решении, что действительно было бы более правдоподобно, если бы мы могли рисовать настоящие ЖД-линии. Но анализ, который проводил Улья, показал, что там не все так просто. И поддерживать это в рабочем состоянии тоже было бы весьма затруднительно. Поэтому пока на данном этапе мы… Это именно схема. Поэтому для схемы вроде как четкое такое начертание этих линий из соответствующих реальностей не так принципиально. Вот если мы потом будем рисовать именно карту железных дорог, трамваев, там что-то такое, то там это уже будет вопрос такой более принципиальный и, может быть, там что-нибудь придумается. Ну это, наверное, я вот даже можем все ответить лучше. Ну я отвечу очень просто. Осменно линию. Поэтому никто вот эти красивые линии, как были в презентации в OpenStreetMem, особо рисовать не будет для всех 180 годов с метра. Поэтому чаще всего там либо станции соединены просто отрезками, либо не соединены вовсе, а то и какие-то непонятные ошибки. Поэтому, если хотите, чтобы выглядели красиво, нужно рисовать линии самостоятельно, что, собственно, наши сделаны. Еще вопросы? В паре роутинга учитывается, что на некоторых перегонах поезд едет дольше, на некоторых быстрее и, соответственно, переходы между станциями тоже некоторые быстрые, некоторые долгие? Да, конечно, у нас в данных это все есть. Именно время прохождения от одной станции к другой, и время перехода именно двух пар остановок между ними. То есть это все учитывается прям поштучно. А откуда эти данные вообще? Часть из них, по-моему, автоматически учится она? Да, или? Просто по данным у нас и я занималась подготовкой, я их постобработкой и выводом. Ну, как скорость, это расстояние деления лета. А так и считаем. А у нас еще, среди прочего, есть интервалы движения поездов, и некоторые линии там, если у них редко ходят поезда, это тоже, в принципе, учитывается среднее время ожидания, ну, помимо скорости прохождения участка. Вопрос про сплайны. То есть я правильно понимаю, что направление сплайна в конце это среднее направление между исходящими дугами. А что, если исходящая дуга, она идет в обратное направление, то есть она не такой между ними, как по-моему, острую? Прямо в обратную сторону? Ну, значит, будет закругление вот тоже. То есть там небольшие могут быть, да, дефекты? Ну, это не будет выглядеть как дефекты. Здесь именно будет такое закругление на схеме. Ну, я поясню, что, поскольку это был данный, например, знаем статистику, и угол острее 45-ти градусов встречается, по-моему, всего в двух местах в мире. Ну, да, это как вот история с этими маркерами, которые мы делали. Тоже сначала было опасение, что не во всех случаях это спасет. И все равно там, если, допустим, две линии толстых встречаются под 90 градусов, вот в случае, как центральная верхняя картинка, то там такой маркер не поможет, все равно будет этот стык заметен. Но по факту, если уж как бы тут столько линии и там, столько линии, то, как правило, они продолжают друг друга, и между ними угол обрешаловывать не может. У меня есть вопрос. Вот у многих метро, почти во всех городах мира, есть логотип, который четко и однозначно идентифицирует на местности, куда же ты идешь. То есть Минское метро и Московское метро сильно отличаются своим логотипом. Да. Когда-то они в МОПСМИ использовались, я так понимаю, что после этого их не стало отклонять и вернуть. Разве их не стало? Ну вот, я вижу сейчас вот на скрешоте, я вижу… А, ты имеешь в виду на схему? Да, на схеме. На схеме мы здесь вообще никаких значков не рисуем. То есть у нас маркеры остановок, они тоже там цветными кружками просто выводятся. Если вот как в прототипе мы выводили, там вот именно значки мы поднимаем. Сейчас. Да, вот как здесь. На общее схеме это довольно так тяжело воспринимается, как внешняя информация. И визуально мы решили как бы не выводить это. Когда мы строим уже маршрут общественного транспорта, то, по-моему, сейчас на этом зуме не видно на картинке. Так, сейчас посмотрю. Мне здесь, кажется, надо более призумиться, и тогда будет видно. Но смысл в том, что вот в этой точке там на самом деле есть часть пешеходного роутинга, который идет внутри, под землей, от непосредственно станции метро по переходам до выхода. И вот на этой части, где рисуется выход, там отображается именно тот оригинальный значок метро этого города, как он есть. И если именно ты построил этот маршрут, то ты его увидишь. Да. Маленький комментарий. Здесь, кажется, вечно было понятно. Режим отображения схемы в СМИ – это новый отдельный слой. Да, он не покажется. То есть в следующем приложении будет выбор слоев. Вот. И на обычной карте там отображаются все значки метро. Вот. Их нету только в режиме метро. Да. Эта схема, она рисуется именно как отдельный слой, и не предполагается, что мы пользуемся картой всегда с этой включенной схемой. То есть мы ее на время включаем, смотреть, что нас интересует. Можем прям по схеме построить маршрут. А можем не по схеме, а вот как бы от точки до точки, как угодно. Ну, а потом мы ее просто отключаем, прячем, и она нам не мешает. Поэтому мы позволили себе делать такие жирные линии яркие, делать такие большие маркеры. Потому что вот такой режим. Еще один маленький вопрос. А как наневировать пересадки? Потому что они тоже там не очень хорошо иногда размечены. Только то, что есть данных. Мы ничего нового не придумываем. То есть может оказаться, что между какими-то линиями нету пересадки просто потому, что ее не нарисовали? Да, просто потому, что их нет в данных. Вот у нас в Москве была такая ошибка. Бывает, что наоборот, какие-то ложные пересадки кто-то делает там, где их нет. Ну, как бы когда обращаем внимание, исправляем. Не от защиты такого пересадки. У меня еще остался один вопрос. Кажется, два года назад, что ли, по-моему, CityMaper публиковали серию статей про рендеринг схема Metro. Как раз, где они решали проблемы с проявленными пищками, с изгибами линий и все такое. Не транзит случайное приложение. Транзит-приложение у нас статей скидывали в чате. Да, вот ты ее читала. И как эти статьи повлияли на рендеринг мыслей? Да, я ее читала. Там, в принципе, часть из их приемов у нас такая же схема. То есть там тоже строится сначала рендоскелет, как вот у нас скрипт дает после сглаживания линии вот такого вида. И на этой схеме. Правда, они там больше заморочились с сортировкой линий, с сортировкой при раскраске. То есть мы здесь добились результата, чтобы они, по крайней мере, друг с другом не перекрещивались, не меняли относительно расположение. Они еще там с помощью, по-моему, минимизации пересечений как-то там, в общем, это еще до невронтами делается, а на этапе тоже предобработки. Прогоняют все-все варианты, как могут эти линии пересекаться, и выбирают из них тот с минимальными пересечениями. Но это как бы такой, есть уже соемные затратные алгоритмы, мы пока в нем особо смысла не видим. Ну и с маркерами, по-моему, да, тоже вытянутые. Так вот, в целом, похоже, мне кажется, из того, что у нас есть. То есть мы при большинстве всяких фишек реализовались смогли. Единственное, только что там это, судя по их описанию, у них это более грандиозная работа, бывает, следовать искать. Вопросы, кажется, закончились. Большое спасибо нашим. Спасибо. 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 Спасибо.